Налобный фонарь H15 Wave, фирмы Light, серии S. Данный фонарик при своем весе 100 грамм имеет цветодиод XM-L2, дающий ему мощность светового потока аж 250 люмин. Сила света 1,8 кандел. Для удобства в фонарике есть несъемный рассеиватель, диффузор, дающий равномерный свет вокруг, а поток света уже уменьшается в 200 люмин. Вообще, в фонаре есть три режима света. Переключить их проще простого. Необходимо поочередно нажать на кнопку включения и выключения фонаря. Режимы цикличные. При первом нажатии включается максимальный свет в 250 люмин. При нажатии второй раз включается второй режим, 100 люмин. Ну и третий 15 люмин. Четвертый раз фонарь выключится. Если свет проходит через рассеиватель, диффузор и режимы те же самые соответственно, то мощность света меньше, если в 200 люмин, 85 и 12 люмин. Питается фонарь от одного родного аккумулятора, который идет в комплекте. Или четырех батареек 3А. В комплекте также есть USB кабель для зарядки аккумулятора. Зарядить его можно либо от компьютера, либо от любого источника питания с входом USB. Узнать о зарядке либо разрядке аккумулятора можно по индикаторам на кейсе. На кейсе есть кнопка. Когда аккумулятор вставлен, при нажатии она загорает с красным цветом. Индикаторы синего цвета показывают заряд аккумулятора. Работа аккумулятора на максимальном режиме 3 часа. Примерно 5 часов и 30 минут на втором режиме, 100 люмин. Ну и 36 часов на самом минимальном режиме соответственно. Емкость с аккумулятором соединена неразъемным проводом с фонарем, закрепленным клипсами вдоль резинки. Ремешки резинки регулируются. А в комплекте есть еще верхний ремешок перемычкой между фонарем и кейсом аккумулятора. Угол света относительно зрения глаз регулируется почти на 90 градусов. Фонарик ударопрочный. А влагозащищенность IPX6 позволит использовать фонарь даже в сильный дождь. Размеры самого фонарика 70 на 53 и 22 миллиметра. На корпусе фонаря есть инфракрасные датчики, позволяющие управлять переключением фонаря без прикосновения к кнопке включения-выключения. То есть просто провести перед фонарем и он включится или выключится, когда руки грязные или занятые. Первым нажатием фонарь включается и инфракрасные датчики также включаются. Если вы, к примеру, держите фонарь в руках, при малейшем задевании датчика фонарь выключится, либо включится. Это не совсем удобно. Инфракрасные датчики можно отключить, нажав на кнопку включения-выключения и удержав примерно пару секунд. Фонарь моргнет и поток света будет постоянный. Дальность светового луча достигает 85 метров, что для налобного фонаря более чем достаточно. Это позволит использовать фонарь любителям полазить по катакомбам, пещерам, гротам и так далее, где необходимы свободные руки и мощный свет. Фонарь понравится любому охотнику из-за его компактности. Аккумулятор можно зарядить, к примеру, от внешнего источника питания. Также фонарик будет незаменим в машине. Он не занимает много места. Можно положить его в бардачок. Если вам понравился этот фонарь, то можете заказать на нашем сайте.